МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Маргариты Шибукова. Доброй ранецы! Сегодня в Гомеле проводят мероприятия, присвященные Дню яднания народа в Беларуси и России, что год же Харадзю Украина означают ягод другого красавика. На передний свят в Гомельском областном драматичном театре отбудутся урошистый сход и святочный концерт, в котором приймут удел делегаты Брандской области. Под обязанности глядите в наших наступных выпусках. До других тем. 24-го года в Беларуси уступила в силу новая редакция закона о борьбе с коррупцией. Об ее нормах специалисты рассказали профсоюзному активу в области. На встрече побывали наш корреспондент. На семинар на Раду прибыл у весь профсоюзный актив. Умерщенные свои доклады подрехтовали супрацовники прокуратуры и областного суда. Подстава для сустреча обновлены законом борьбы с коррупцией, нормы якого тычатся деянности у тем лику и представников профсоюзного руку. Важно разбираться, потому что работа профсоюзных в основном защищает трудовые права и экономические отношения граждан. И поэтому необходимо быть внимательными в разные ситуации. Поэтому законодатели предусматривают, где можно принимать подарки, где можно принимать сувениры. Отповедности с положениями закона державной службовой особи нельзя принимать у подарок ничего, кроме сувениров, которые были урочены подчас протокольных и официальных мероприемств. Остальные подарки варто сдавать у специальную комиссию. У каждой организации она створается особо с лику сопрационников. Разом с заявой комиссия принимает рыча на улик. После этого они застаются на балансе организации. Применительно к профессиональным союзам следует отметить, что на них распространяется закон о профессиональных союзах. И профессиональный союз по своей сути есть добровольное общественное объединение. Указанного объединения у нас имеются лица, приравненные к государственным должностным, на которых будет также распространяться закон о борьбе с коррупцией. Для прокладу ДАИ будут относить к керовников профессиональных союзов. У целом специалисты отзначают, что новые нормативные положения накированы на профилактику коррупционных взял. В Лоевском районе прошла акция Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира «Мы славим человека мирной працы». 20 простонников разных профессий означены за пленную штуденную працу. Теплые слова подяги, приемные подарунки и выступления коллектива у Мастацкой самодейности. Под обязанностью у Дмитрия Котова. Перед подшатком мурашистости у гомельские миротворцы наведали музей под открытым небом. Мемориальный комплекс присвященный битве за Днепр в осенью 1943 года. Тут я не усклали вянок у гонор героев-вызвалителев. После районного Дума культуры распачалась акция «Мы славим человека мирной працы». Ее главная мета – пропаганда працевитости и любови до родной земли. Повышение престижу працы сельского жихара, який забеспечивает хорошую безопасность нашей страны. Как означают организаторы акции, когда простого рабочего зауважишь и узнагородишь за его працевные достижения, это станет стимулом для будущих поспехов и прикладом для остальных. Я считаю, труд – это одно из основного качества человека. Если мы будем трудиться на каком бы участке ни был, непосредственно в станке, непосредственно в специалист, руководитель, будем выполнять свои обязанности, конечно, будет единство, будет дружба, взаимопонимание. И будет большая у нас, если говорить, в Белоруссии стабильность и продовольственная безопасность. Акция «Мы славим человека мирной працы» на Гомельшине ладится у девятый раз. Другий раз я ее примают на Лоевшине. На сцену выходили простые люди – доярки, механизаторы, наставники, медики, социальные работники – усе, кто каждый день проявляет соправданный працонный героизм и уносит свое имя в историю досягнения района. Усяго, подчас урочистой церемонии узнагороджены 20 человек. Это как молодые специалисты, которые только начинают свой профессийный шлях, так и заслуженные работники. Я вот, когда сюда готовилась прийти, думала о том, что как много мне придется сделать, чтобы подтвердить вот такую высокую оценку моего труда. Я считаю, что это заслуга вообще нашего педагогического коллектива, нашего учреждения образования. И я просто выступала здесь как делегат от своего коллектива. Радостный и позитивный настрой усім подаровали талиновитые коллективы мастацкой самодейности. Особные слова подяки лаючанам за их працу выказали были керовники региона. Здесь живут очень хорошие люди. Они очень хорошо работают. И то, что я сегодня здесь увидел, это просто замечательно. Это продолжение того подвига, героического подвига солдат на Днепре, их трудовой подвиг. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева. Тым часом Мазырский район у жарговый раз стал пляцовкой для проведения бойного сельско-господаршего форума. Профессийные кадры – моцная экономика агропромыслового комплекса. Тема мероприемства, в рамках якого в район приехали потенциальные керовники предприемства АПК за всей области. Сустреца с резервом кадру приехали представники Галинового министерства и керовництва региона. Под обязанностей у корреспондентов телеканала «Мазыр». Кадры выращаются сегодня. Есть лидер, там есть поспех. Як бы банально не учали эти фразы, у них залог поспеху в любой галине. И аграрно-промысловый комплекс – не выключение. У дельники семинаров, учебы – это люди, на керовницкие и деловые якости, яких робится ставка в будущем, и от которых залежит эффективная работа сельско-продприемства сегодня. Чистки городов никакой нету, только профессионализм. Мы ценим профессионализм руководитель на местах, и я считаю, что за год руководитель уже может какие-то подвижки в своем предприятии, уверенном ему сделать. Задачи перед керовниками сельско-продприемства на будущую пятигодку – стоять серьезные, не глядяши на досягнутые поспехи, а пока республики все еще не увоходят у топ-50 развитых у этом на керунку краин. И, допустим, та же Россия, якая еще 10 годов тому вучилась у беларусов сельско-подарчей вытворчасти, по многим пунктам уже обгоняя нас. В нашей краине сегодня дельничают некольки держ программ. Акцент ставится на развитие молочной живелых одовли, вытворчать молока, экспортный резерв в Беларуси, стратить як и нельхам. Мы за прошлую пятилетку, начиная с 2010 года по 2015 год, мы добавили к самому производству чуть менее 1 миллиона тонн молока по стране. На сегодняшний день до 2020 года у нас стоит задача в программе развития агробизнеса на 2016-2020 годы практически увеличить чуть более 2 миллионов. То есть мы должны даже в два раза эффективнее сработать. Это не просто так. Это надо 6-7% каждому хозяйству, каждому району в год добавлять. Добавлять можно только при соблюдении жесточайшей технологической дисциплины. У нас другого выхода нет. Если мы хотим продать нашу продукцию на экспорт, должна быть снижена себестоимость этой продукции, соответственно, она будет конкурентоспособна. Других здесь вариантов просто нет. А кроме обмеркования вытворчих питаний, у дельники семинара наведали занятки по теме якости поспехового керавника у Мазырским педагогичным университете, а эффективное керавание сельгосгосподарчим предприемству у дельникам семинара продемонстровали на реальном прикладе работы двух предприемствов – СВК Слободского, имя Ленина и экспериментальная база Крыничная. Илона Шавловская, Юрий Грабец, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании «Гомель». Гомельшане могут звернуться по пытаниях разлику новых тарифов на послуги жилево-коммунальной господарки на гарашу линию Гомельской городской ЖКГ. С 8.30 до 21.00 звонки проймаются по номеру телефона 70-37-81. Дарайши у таких шанс гараши линии по пытаниях працуют у разликово-даведочных центрах районов Гомеля. Нумеры телефонов можно доведаться на сайте Гарвы Конкама. А кроме того, гэтую тему обмеркуются по час дня ЖЭУ, який пройдет сегодня во всех районах Гомеля. Задать хвалюющие пытания можно, будя особисто работникам городских службов ЖКГ, керавництву администрации районов и представникам депутатского корпуса. Сегодня в Гомеле протягивается навыково-практичная конференция «Педагогика додатковой эдукации» у центра уваги дитя 21-го стагодзя. У делу ее проймаются педагоги зусяго региона, а также представники Могилевской, Витебской, Брестской и Бранской областей. Местом проведения стал областный палац творчества детей и молоди, где зараз в разностальных гуртках мастацкой и техничной творчести займается каля полторы тысячи детей. Размова на конференции об особливостях сушасных детей, задавших выхования, які стоять перед наставниками. Гэта развитие не только их сдольностей, а и якостей, які дозволясь школьникам адаптоваться в громадстве. Уличываюшись, что система додатковой эдукации постоянно удосконаливается, подыходы, что выкористовывали наставники яше 10 годов тому, зараз уже неактуальны. Необходно отповядать потребованиям сегодняшнего часу. На прикладу, во установах додатковой эдукации активно укороняють информационно-коммуникативные технологии. Гэта спраяя худкому росту интересу подлетков до таких накерунков техничной творчасти, як, на приклад, робототехника. Задача педагога – создать комфортные условия для и ребенка, и удовлетворить запросы родителей. И самое главное, чтобы ребенок не просто пришел сегодня в учреждение дополнительного образования, но он там остался. И остался надолго, и, может быть, в будущем пришел также в стены учреждения дополнительного образования. Сегодня во всех кинотеатрах Гомельской области стартуют дни российского кино. На протягу месяца до 30-го красавика глядашам будут пропонованы як новые российские фильмы, так и популярные киностушки минулых годов. Открые дни российского кино – одна з галовных премьер гэтой весны – историчная драма Юрая Васильева «Герой». Фильм заснованный на реальных падеях и рассказывая про историю каханья, яка разгортывается на фоне масштабных боевых денью Першой Сусветной войны. У якости выканауцы галовной роли у гэтым фильме дебютовал популярный российский спявак Дима Билан. А кроме этого запланованы так само премьеры комедии «Памятую и непамятую», фильмы «Катастрофы. Экипаж», мультфильмы «Волки и овечки» для аматоров российского кино так само покажут фильмы минулых годов. Як означают специалисты, киностушки, сходние краины, суседки, углядаши у нашей области, корыстаются популярностью и что год трапляются у рейтинг самых кассовых фильмов. К слову сказать, что в целом от всеобщего количества фильмов, которые демонстрируются на экранах кинотеатра города Гомеля, в процентном соотношении российские фильмы занимают 25%. Это говорит о том, что вот та тема, те актеры, которые заняты в этих картинах, они вызывают стабильный постоянный интерес у населения города Гомеля. И это радует нас. И мы стараемся держать эту планку вот на таком уровне. Пешего красавика в Международный день смеха у Гомеля отбудется концерт камерного оркестра областной филармонии. У Белой гостиной Палаца Румянцевых и Паскевича у коллектую представить свою новую инструментальную программу «Музыки жартуюсь». У концерта и так само премию дел пианист, лауреат международных конкурсов Виталь Фомин. Слухачок жакает каскад невышерпного гумора, яскравых музычных жартов и ведовичных номеров. У святочной программе прогушать створы Баха, Штрауса и инших сусветно-вядомых авторов. Что цикаго, яны будут представлены в усим нетрадиционном формате. Як означал мастацкий керауник и дирижер камерного оркестра Владимир Милютин, задача артистов выконовать классичные композиции у новой манеры и опрацовцы. Для этого яны будут выкрыстовывать нестандартные музычные инструменты, як, например, трошотки и пилу. До того ж, гэтэй творы будут впададзены прас-призму абсолютно незвыклого мастацкого погляду. Святочная программа «Музыки жартують» обязает стать соправдным подарунком аматорам классичной музыки. А ясше, подчас яе, будут разыграны запрашальные билеты на концерты народной артистки Беларуси Галины Паулинок и лауреатам международных конкурсов Валентины Добровольской. Подрихтовали артисты и шерох и инших цикавых сюрпризов. Мы хотим, чтобы зритель, придя на наш концерт, не только сидел и слушал хорошую музыку, отдыхал, а в то же время еще и участвовал в концерте. То есть мы хотим устроить розыгрыш призов, поучаствовать, чтобы зрители могли и на сцене, в том числе вместе с оркестром что-нибудь исполнили и даже продирижировали оркестром. Приходите на наш концерт, и мы будем рады вас не только видеть в зале, но еще будем рады, если вы с нами будете участвовать в концерте. На базе Улуковской допоможной школы-интернат отбылся заключенный этап 11-го областного фестиваля Мастацкой творчести «Вяселковый Карагод». Левшие номеры будут включены в областный финал. У делу отборочном этапе приняли больше как 150 детей с особливостями психофизичного развития. Это выхованцы специализованных установ Гомеля, так само Гомельского, Будокошелевского, Жлобинского и Рогачевского районов. Почас мероприемства и они демонстровали свои творчие сдольности в разностайных эстрадных жанрах. На сцене можно было увидеть яскравые вокальные композиции, хорографичные номеры, декламование вершев. Областный фестиваль Мастацкой творчести «Вяселковый Карагод» на Гомельшине ладится традиционно. Он проводится с метой духовно-морального и эстетичного развития детей за саблевостями психофизичного развития, саденешение их социализации и полновартостной интеграции у громадства. Отрадно, что дети проявляют свои самые лучшие качества и имеют возможность, несмотря на их нарушения, выступать на сцене и чувствовать себя полноценным человеком. И государство нам дает для этого все возможности. Лепшие номеры областного фестиваля Мастацкой творчести «Вяселковый Карагод» уводят у гала-концерт, який запланованы на 4 мая. И на этом поколе у сёуза развитём паде и сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин